Приветствую, друзья! Вы на канале WP Lovers, где мы говорим о WordPress с любовью и на понятном языке. И в этом видео мы с вами научимся создавать дочерние темы вашей основной темы WordPress буквально в несколько кликов. Поехали! Итак, для начала давайте разберемся, для чего нужны дочерние темы. Вот у меня есть список тем, энное их количество. Есть основная тема Astro Generate Press, без разницы. У темы есть какие-то стили и файлы. Вы уже немножко научились пользоваться WordPress и научились или где-то увидели, как можно, допустим, добавить CSS-код какой-то, чтобы оформить, например, форму обратной связи, добавить шрифты какие-то свои, которые в Google шрифтах нет или тема не поддерживает подгрузку шрифтов из Google. Задач может быть на самом деле масса. Но в чем проблема? Если вы начнете изменять стили темы, изменить их на самом деле не так уж сложно. Нажимаем редактор, выбираем здесь тему, которую нам нужно, например, моя установленная Astro. И вот она таблица стилей. Если мы будем вносить изменения сюда, конечно, они повлияют на работу нашего сайта, то есть мы можем изменить что-то в дизайне. Но как только тема обновится, она, скорее всего, затрет этот файл. Конечно, разные темы работают по-разному. Например, Astro не хранит стили, прям в основном стиле Style.css. Сейчас этот файл присутствует только потому, что он обязателен. Здесь стили создаются динамически. Но, тем не менее, этот файл потрется при обновлении темы. Поэтому и необходимо создать дочернюю тему, чтобы делать в ней какие-то свои изменения. И тогда основная часть стилей, файлов подтянется из основной темы. А сделанные нами изменения в дочерней теме будут оставаться при обновлении основной темы. Я надеюсь, это понятно. Для того, чтобы быстро создать дочернюю тему, мы будем использовать плагин, который называется Child Theme Configurator. Просто набираете его в режиме установки нового плагина Child Theme Configurator. И вот он самый первый выйдет. Устанавливаем, активируем и переходим к настройкам. Кстати говоря, настройки находятся вот здесь. Инструменты Child Themes. Переходим. Первым делом мы увидим вот что. Create a new child theme. Если у вас еще не было никаких дочерних тем, то других опций не появится. Если были какие-то дочерние темы, то будут еще дополнительные опции, на которые мы взглянем немного позже. Здесь мы выбираем тему, для которой мы хотим сделать дочернюю тему. Ну, я выберу ту же самую астру, пусть будет. Analyze. Нам говорят, что можно делать дочернюю тему. И для этой темы нет необходимости дочернего файла style.css. Ну, то есть, о чем я говорил, стили генерируются динамически. Здесь мы вводим название папки с новой нашей темой. Потому что для нее создастся отдельная папка на нашем хостинге. И мы можем назвать ее как угодно, даже по имени нашего сайта. Ну, у меня сайт вот тестовый, тесте не называется. Вот я так ее и назову. У вас это название будет свое. Следующим шагом, пятым, мы выбираем, куда сохранять новые стили. Либо в отдельный файл, либо в главный файл style.css, либо в раздельные файлы. Но я скажу так, чем меньше файлов стилей, тем лучше. Поэтому в главный файл.css выберем вот этот пункт, как он и отмечен. Следующий шаг нам говорит, каким образом подгружать стили из дочерней темы в основную тему, да, при загрузке стилей. Первый способ – это с помощью специальной функции WordPress, которая подгружает стили из крипты. Второй – это используя импорт в CSS файли. И вот этот плагин автоматически определил, что стили у нас генерируются, как я уже говорил, динамически, самой темой. И не хранятся в основном файле style.css. Поэтому плагин и отметил сразу вот этот пункт. И он, в принципе, самый оптимальный. Это расширенные настройки. Вот этой галочкой мы можем игнорировать родительские таблицы стилей и отметить, какие именно стили игнорировать. На следующем шаге мы можем, вот так вот нажав, отредактировать имя темы, сайт темы, автор, сайт автора и описание темы. Это будет все отображаться вот здесь. Если мы нажмем на информацию о теме, вот это вот все описание. Вы можете это заполнять, менять и писать что угодно, как угодно, на свое усмотрение. Следующая опция позволяет скопировать меню, виджеты и другие настройки из родительской темы. Допустим, вы использовали до этого родительскую тему и настроили уже меню, настроили сайт бары, какие-то виджеты сюда вывели. При смене темы все это потеряется, но вот эта опция как раз позволяет скопировать все настройки из родительской темы в дочернюю тему. Ну и, наконец, создать новую дочернюю тему. Создаем. Нам сообщают, что дочерняя тема Astro Child была создана успешно. И нам говорят, чтобы мы предсмотрели нашу тему перед активацией. Откроется обычный редактор, вот такой, где мы можем донастроить нашу дочернюю тему. Здесь, как я и говорил, поменялось немножко у нас. Кроме того, что можно создать новую дочернюю тему, можно теперь конфигурировать существующую дочернюю тему. И сейчас загружена Astro Child, то есть как раз наша тема, которую мы только что создали. Можно дублировать дочернюю тему или сбросить все настройки этой темы. Точно так же есть возможность поправить то, как будут загружаться стили, поправить название темы. И, опять же, скопировать из основной темы наши виджеты меню, если вы не сделали это на первом шаге. Эти вкладки мы трогать не будем. Это для более опытных пользователей. Здесь шрифты подгружаются. Можно задать так, чтобы шрифты свои подгружались, но лучше использовать свой ручной способ. Здесь у нас базовые стили. Это стили в файле Style.css, в дочерней теме, в созданной нами только что. И это файлы, которые присутствуют в родительской теме. По умолчанию копируется только Functions.php, чтобы добавлять свои какие-то функции. Я понимаю, что для кого-то это сейчас звучит немножко матерно и дико, но просто слушайте и все. Потом разберетесь позже, если вы неопытный пользователь. И вот прокликивая файлы, которые нам нужны, например, мы хотим изменить файл 404, да, это страница ошибки. Или мы хотим изменить футер немножко под свои нужды или сингл страницу одиночной записи. Мы можем выделить эти галочки и скопировать в дочернюю тему. Вот мы скопировали эти файлы. Можем загрузить свою картинку, вот эту, для отображения в списке тем. И можем экспортировать нашу дочернюю тему как zip-архив. Ну вот и все. Мы с вами создали дочернюю тему. Перезагрузим страницу с темами. И вот она появилась, Astra Child, дочерняя тема Astra. Я ее активирую. Все активировалось, все хорошо. Если мы перезагрузим наш сайт, то ничего не изменилось, потому что все скопировалось из родительской темы. И если мы перейдем в редактор, у нас здесь в списке появилась наша дочерняя тема. В нее мы можем вносить какие-то свои изменения. Единственный нюанс в том, что стили в файле style.css будут игнорироваться, потому что тема генерирует стили немножко другим способом. Для этого конкретно в этой теме и в других подобных темах, фреймворках так называемых, то есть стартовых темах, для того, чтобы на их базе создавать то, что вам нужно. Например, Generate Press тема создает стили аналогичным образом. Есть еще масса тем, которые точно так же создают свои стили. Для этого в таких темах есть настройки. Можно нажать вот так «Настроить», и по умолчанию откроется настройщик нашей темы, которая у нас выбрана «Активный». Здесь можно чаще всего подредактировать цвета, свойства сайта, шрифты, как кнопки будут выглядеть, то есть внешний вид. И помимо этого есть еще дополнительные стили, в которые можно написать свои стили, и они проявятся на нашем сайте. Ну, например, вот так. Да, вырви глаз, но чтобы наглядно сразу стало понятно. Мы поставили фоновый цвет красный, и пришлось добавить ему Important. Это значение, которое перетягивает на себя как бы приоритет стилей. И это, пожалуй, недостаток того, что нам приходится заменять те стили, которые есть через вот этот вот дополнительный параметр. Если мы его уберем, то стили заменятся по умолчанию на те, которые мы указываем вот тут. Colors and Background. И вот здесь есть параметр Background Color. И можем мы его здесь поправить. Внимание, вопрос. Тогда зачем нам создавать дочернюю тему, если мы можем поправить стили в специально отведенном для этого месте в теме? Ну, во-первых, не в каждой теме есть такое специально отведенное место. Это первое. И второе. Иногда нужно использовать так называемые хуки WordPress через файл Functions.php. И вот здесь-то нам и нужна как раз дочерняя тема. Мы вставлять будем сюда свои функции. Они будут каким-то образом изменять логику работы WordPress, тем или плагинов. Ну что, мы с вами разобрали простой способ создания дочерней темы. Если останутся вопросы, задавайте их в комментариях. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Смотрите новые уроки, будет интересно. Если понравилось, ставьте палец вверх. Также в описании под видео есть ссылки на социальные сети, на которые я тоже рекомендую вам подписаться. Всего доброго, хорошего дня, до свидания.